Итак, всем привет! Вы на канале Маврин Футбол Коуч, и это нестандартное для моего канала видео реакция. Но больше не реакция, а разбор и комментарии к первому тайму матча Амкал против сборной МКС. Давайте так договоримся, если вам зайдет формат и понравится, то, что я буду говорить, то, что я буду комментировать, потому что это не только констатация каких-то фактов по эпизодам, но еще и рассказ каких-то внутренних моментов. Тогда вы поставите палец большой вверх, если этих пальцев будет лайкосов тысяча, то делаю разбор второго тайма и плюс к тому добавляю еще небольшие, скажем так, моменты из раздевалки, то, чего вы точно не видели и не слышали. Ну что, давайте чай-кофеек и будем начинать. Итак, у нас чем хорошо? У нас в этом матче был Мотя в стартовом составе, никто не ожидал, пока он в Москве. Гера его пригласил и тем самым, скажем так, сделал дополнительные, ну, дополнительные шоу и для зрителей, и кайфанул Моти от самого футбола. Теперь, что касается, как набиралась команда сборная МКС. По нескольким критериям. Первый – это те люди, наверное, с которыми Герман общается. Следующий критерий – это те люди, которые играли на МКС за какую-то из команд. И третий момент – это медийная составляющая этих людей, потому что главная цель этого матча был сбор донатов, сбор средств для Димы Егорова. Я напомню, что Дима Егоров получил разрыв, третий уже разрыв креста, и тем самым он, к сожалению, с большой вероятностью не будет играть в футбол. Вот, к сожалению. И поэтому сбор средств был именно вот в пределах этого матча. Дальше. Гера там, по-моему, в трансляции рассказывал о том, что пока начало идет, я сейчас немножко подводные такие вам расскажу какие-то нюансы. Герман, я так понял, в трансляции сказал, что организация такого матча стоит в районе пару миллионов рублей. Это аренда поля, это все организационные моменты, зарплаты, ПТС в плане трансляции вот этой. Короче, это не очень дешевая игрушка. И некоторые ребята пишут о том, что вот, надо было, наверное, сделать так, чтобы тупо Герману деньги отдать, вот эти 2 миллиона Диме Егорову, и все, не париться. Как вы видите себе этот процесс? Букмекерская контора, фондбет, которая помогает Герману с организацией данного матча, такая говорит, Гер, да не проводи матч, просто отдай Диме Егорову деньги, и все. Это так не работает, ребят. Германа есть какие-то обязательства перед фондбетом, перед еще его рекламодателями, и поэтому мы делать все, что могли в этой ситуации, это вот сделать этот матч и собрать, собственно, деньги какими-то донатами, часть. И плюс, сейчас небольшой лайфхак, те премиальные, которые были у игроков за этот матч, часть из них тоже самое, некоторые из ребят, в том числе я, отдал Диме Егорову. Поэтому здесь все по Чезнаку. Теперь уже непосредственно к самому матчу давайте будем переходить, пока мы увидели первый удар от Сени, и вот сейчас опять хороший отбор опять же от него. Единственная сейчас доигровка, ну тут вот фол будет, подача, в целом не на кого было подавать, но если по факту, можно было уйти на второй темп. Вот допустим, чем Олег Дрожук и Сеня сейчас отличаются, так это тем, что Сеня не работает практически через второй темп, только первым темпом, то есть дошел бдыщ, дошел бдыщ только первым темпом. Олег Дрожук сейчас начал наоборот работать в большей степени вторым темпом, то есть он сохраняет, включает еще партнеров. Здесь нужно найти как бы золотую середину между тем и другим вариантом. Так, вот первый эпизод сейчас был, повтор нам покажут, нет этого эпизода, или не покажут, нет, не хотят нам показывать, но бог с ним. Джуси достаточно хорошо отстоял за исключением эпизода во втором тайме, вот сейчас хороший выход из обороны был, но единственное, Саша Бортник, по-моему, вместо того, что... Ну, на самом деле, здесь несколько моментов. Возможно, Коля Лакер не сыграл достаточно широко, вот, а Саша Бортник в целом давал все правильно. Либо Саша чуть не точно сыграл. Федя ногами в этой игре сыграл очень хорошо, и он был первым номером в плане того, что начинал эту игру и играл в основном составе. Вот, это прям круто. Это первая ошибка, которая могла привести к забитому голу, и Мотя и сам не решил этот эпизод, хотя, ну, чуть-чуть, если бы сработал точнее, мог бы так, да могло так получиться. И еще плюс к тому, вот, видите, какая контратака неплохая у ребят из команды получилась. Ну, тут череда вот небольших микроперетяжек. Вот здесь была зона у Лакера, чтобы бить. Вот, да, докатили до завершения, Вова пробил, но, тем не менее, здесь, опять же, мы начинаем от того, что оборона начинается с атаки. То есть, мы не завершили там четко атаку, получилось, что в полу-полу-полу-позиции, и на выходе мы имеем что? На выходе мы имеем контратаку, ну, либо позиционную, полупозиционную атаку в наши ворота. Не очень удачная подача, и Герман здесь Сибычу на ход, ну, очень сильно. Лучше давать в ножки, чтобы было более комфортно в этом отношении. Стасик там рассказывает, почему он после Узбекистана заболел и не ходил ни на одну из тренировок. Здесь хорошая скидка Ромы Нагучева, вот, и работа. Вот это шикарная атака, на самом деле, была. Чуть вот капельку точнее в каждом из эпизодов сыграли бы, и было бы очень опасно. Узбекистан прошел идеально, все повторилось. Я пока держу линию из трех выездов, это Саранск, Казань и Узбекистан. Вот, все пока, все было, все пройдено, все супер. Стас рассказывает там. Как вам, вы смотрели, кстати, рум-тур от Стаса? Бара и Лесев, Никита, в этом матче сыграли центральных защитников очень хорошо. Вот, вот, хорошая передача. И Мотя в целом достаточно неплохо принимал мяч, но защитник сыграл очень хорошо. То есть, подкрыл в зонку его. Вот, Бизакс немножко не туда, чуть-чуть. Бизакс, на самом деле, психологически сейчас немножко, немножко чуть подавлен. Вот, Бара, очень хороший подъем. Вот, смотрите, у Бизакса зона есть, чтобы поднять мяч, тратить время на то, чтобы опять опустить. Вот это все здорово, хорошо. Ну, вот, да, Сибыч, раз, при первой возможности поднять мяч, то есть поднять зону, хорошо. Вот, Олег, да, видите, на второй темп пошел. О, вот опять. И разворачивать сейчас. И разворачивать. Вот сейчас, да, на Сибыча ставь, и Сибыч бы развернул игру. Вот, мы говорим о том, что, видите, как краб малой, Дань, скользит. Чтобы вы понимали, поляна натуральная, достаточно скользкая была. Тем более, этот матч был уже второй за день. Потому что перед нами играли химки здесь. И, естественно, поляна была не прям в идеальном состоянии в плане дренажа. Вот. Она была достаточно мягкая. И, слава богу, я взял, конечно же, шестерочки. И летал просто. Кайфовал и от поля, и от игры в целом. Сейчас Света Думич неплохую передачу давала. Но вот, вот смотрите, вот сейчас чушь. Раз, не туда. О, не туда. Вот, раз, и небольшая перетяжка. Вот микро перетяжка. Но вот каждое движение хотелось бы, чтобы из футболиста нашей команды делали чуть-чуть быстрее, разгоняя друг друга. А вот когда идет вот здесь микро перетяжка. Вот Феликс, видите, в касании Барра. Смотрите, два касания стоит, стоит. Пошел. Раз, все. Потенциально хорошее, но точнее. Вот. Мотя, чем хорош? Вот смотрите, несмотря на то, что передача прошла куда-то не туда, вот, не совсем точно, он, тем не менее, взял и доработал. Вот это прям максимально классно и максимально круто, что Мотя так работает. Вот и Горсборн, Россия, Ю-18. То есть, работяга. В этом плане, в его отношении очень хорошее. Вот, вот хорошо съели Барра, спину подстраховал и Бизакс выбрал. Ну, хорошая передача от Олега. И вот здесь чушь. Минус раз контроль, минус два контроль. В простой ситуации, на самом деле. Вот, могу добегать, даже если он на грудь не принял в первом эпизоде, мог спокойно добежать во втором и добежать ногами. Здесь, видите, опять золотое правило. Сделал косячную передачу, сделай несколько простых действий, чтобы запозитивить себя, и тогда все, опять уверенность будет возвращаться. Видите, Барра опять, да? Чуть-чуть каждый проскальзывает. А у Феди, смотрите, вот так работают настоящие супер вратари, которые, скажем так, обладают техникой и пониманием, и работой ногами. А Сиб, тем не менее, закосячил передачу. Ждем инстат, Сибыч. Так. Вот здесь вот съели. Вот видите, Володя. Володя, в общем-то, ну, как бы, Света, думающая, щитком приняла. Володя потенциально очень неплохой игрок, особенно для медийного футбола. Но у него есть очень большие моменты именно в работе в дефиците. Ему нужны зоны, ему нужно бежать, а чушь тут, ну, типа удар по воротам, будем считать, вместо передачи. Вове нужны зоны для того, чтобы бежать. Если у него нету зон, то он очень сильно страдает. Вот, поэтому в этой игре ему зон таких больших не дали, и было сложно ему. Плюс Барра хорошо вниз опустил. А вот здесь, конечно, можно было Феде отдать. Вот. Ну, хорошее, смотрите. Вот это вот прям футбольная история. Вот здесь первое желтое. Хороший выход из обороны, игра на третьего. И для тех, кто ругался на судью, почему он там удалил, или почему он испортил там что-то. Вот посмотрите, эпизод какой. В Феликса просто влетает. Да, это повтора не будет, но вы, если хотите, сами промотайте. Игрок не успевает катиться и попадает в ногу чистейшее желтое. Какие обиды могут быть спокойно, ребят? Вот, желтая карточка первая, я напомню. Первая карточка желтая. Дальше смотрим. Ух, Барра. Чуть Сибыча не прибил. Вот, бых, бых. Вот видите, я об этом. Сколько касаний требуется. Вот, смотрите, сколько Никита сделал касаний. Вот, вот Бара два касания сделал, но отдал настолько, блин, передачу, как врагу народа. О. И получается, что без дефицита мы сейчас отдали мяч просто соперникам. Просто отдали, просто так. Печалька и тоскливо. Ну вот, смотрите, Света Думич одна, а защитник даже не смотрит на нее. И просто отдает то же самое фэйрплей. Олег по уму отлично сыграл. Гера просто не готов был к этому эпизоду. Опять же, мы говорим о том, что мы даем передачу только тогда, когда готов партнер к действию. Если ты искусственно создаешь этот момент, то будь, скажем так, будь готов к тому, что здесь Барра отлично выбрал. Что инстат у тебя будет гораздо хуже, потому что минус передача засчитывается тебе. Вот замечательная завязка коротенькая. И подача даже неплохая. Подбор забрать сейчас Сибыч заберет. Длинновато тоже, видите, немножко закосячил. Мотя на вторую зону. Вот это по футбольному вышел. И пошел открываться. О. Чуть точнее. Вот смотрите, мяч придержал хорошо. Видите, опытный футболист у сборной МКС. 17 номер. Придержал очень хорошо. И здесь хорошая придержка. Пацаны заряжены на игру. Ну давай, ну кто ядовитый там сам? Кто там немножко скукс? Единственное, в раздевалке Вася Маврин говорил то, что он будет смотреть трансляцию и выйдет уже, собственно, на скамейку только когда его позовут. Но это было, наверное, больше шутка, чем правда хотя бы. А, ну тупо из-за того, что холодно, да? Ну да, он взял чайок, печеньки и говорит, все, я здесь. Денчик тут рассказывает про меня. Ну вот профи. Прикольно. Рома Нагучев очень хорошо. Смотрите, шикарная вот эта атака. Рома Нагучев просто замечательно. Чуть-чуть. Вот, да, видно, что не хватает Вове, допустим, эксцеля, легкости. Кожмяка спокойно его перекусил и Фидос подстраховал. Прям вот показательный. Во-первых, атака была замечательная у команды сборной. И Никита доработал хорошо. И Фидос подстраховал. Ну, идеальная просто сейчас слаженная работа. И хорошая атака. И хорошая оборона. Прям замечательно. Так, давайте. Я напомню, что вот, смотрите, мы вторую зону ушли хорошо. Сейчас еще Джуси развернет. И вот здесь, смотрите, Чушь раз подопоздал. И здесь вот где Сеня Левшук. А Чушь бежит. А Сеня Левшук один стоит, тем не менее. Вот посмотрите эпизод. Там стоят, здесь офсайт был, неплохой, скажем так, неплохо пролезли. Лакер с Нагучевым и Света Думич дала передачу. Но мы говорим о том, что Чушь сделал двойную работу. А Сеня не сделал никакую работу. Стоя просто в зоне. И перекрывая одного, вот смотрите. Чушь на защитника, на первого бежит. Потом бежит на Думич. А Сеня, смотрите, стоит один. Один стоит просто в зоне. В той зоне, в которой Кожемяка работает вместе с Лакером. Нафига это стоять-то? Вот этот момент, конечно, ну, у меня вопросы. Конечно же, нужно помогать. Нужно включать в работу. Либо все идем, либо никто не идет. Здесь хорошая опять атака. И Федя немножко не вышел. Сейчас нам повтор покажут. Потом я немножко расскажу по этому эпизоду еще чуть-чуть. Вот, смотрите, Даня. Ну, тут скорее офсайт был. У меня есть такое подозрение. Ну, Бара практически добежал. Единственное, что пока не нравится в этих трансляциях мне, это то, что люди не чувствуют, когда показывать эпизод, когда повтор нужно показать, когда нужно, наоборот, не показать, а в следующей паузе это сделать. И получается, когда какая-то динамика, когда какой-то интересный момент, у нас, вот, фолл был, у нас какой-то идет левый совершенно эпизод, который, ну, с точки зрения хайлайтов, он офигенный. Но с точки зрения именно игры, ну, у меня вызывает вопросы, в общем. Гера, молодец. Герман, на самом деле, тот человек, благодаря которому медийный футбол и вышел на этот уровень. Если бы он не двигал его, именно в таких больших масштабах, то было бы сложно, конечно, всем. Вот хорошая подача, и Олег голову чуть не доразвернул. Выпрыгнул хорошо, в отличную зону была передача, сделана прям, вот, все, все хорошо. Олег Дрожук забивает на каждой трансляции. Практически на каждой. Вчера он не забил в этом матче, к сожалению. Хотя моменты были у него в том числе. Так. Я напомню, что оригинальный ролик будет в описании. Вы обязательно на него зайдите, поставьте лайкос, подпишитесь. А это Герман, ой, это Феликс ошибается. Вот видите, сейчас эпизод идет. Вот. Хорошая атака. Вот здесь вот офсайд был. Сибыч очень хорошо поднял. Мотя чуть-чуть не был готов. А Витю я, конечно же, тоже поздравляю с тем, что он дебютировал, наконец-таки, за Спартак минифутбольный. И не просто дебютировал, а забил свой первый гол. Поэтому, Витюша, так держать. Надеюсь, что дальше у тебя будет только все лучше и лучше получаться. Чуть-чуть небольшой дефицит создаем при выходе из обороны и тем самым просто накрываем команду соперников. О, вот Ром Нагучев. Вот вроде простое действие сделал, но посмотрите, он сохранил мяч и пошел в футбол. То есть идет работа именно вот футбольная. А Джусер здесь накосячил слегка. Вот выбрали опять мяч. Вот хорошая завязка. Смотрите, какая хорошая завязка. Хорошая завязка, блин, была. Чуть-чуть немножко. Мотя не был готов. Вот еще одна. Сейчас еще разверну. Вот хорошая. Да, опять же, вот посмотрите, в чем момент. Есть два положения. Либо ты даешь по игроку. Вот тут ошибка Джуси. И Чушь, конечно, мог более хладнокровно распорядиться данным эпизодом. Либо ты даешь передачу игроку в зону, либо ты заставляешь его своей передаче идти в эту зону. Вот в моменте с Бизаксом было как раз-таки именно так, что Бизакс его заставил Мотю идти в эту зону. Здесь лакер. Все они бегают, набегаться не могут. Так. Смотрим подачу главного. В этот раз комментировал... У нас поменялись комментаторы. И все спрашивали, чего, кого, зачем, почему. Да, Нечаев в этот раз, к сожалению, не смог комментировать. Но будем надеяться, что в Казахстане он исправится. Тут Гера немножко провафлил с выносом. И просто положил руку на Крапа-младшего, тот упал. Хороший выход из обороны. Но вот немножко, каждая Бизакса чуть-чуть перетяжка. Чушь чуть-чуть в жопу дал. И вот, посмотрите, из потенциально сильной атаки мы получаем вот такой вот. И Олег, видите, боится брать на себя игру. Боится взять один на один и обыгрывать. Да, вторая зона хорошая. Вот Бар развернул шикарно. Вот Сеня опять развернули. И здесь напрашивается еще один разворот. А у Сеня привыкает работать только первым темпом. То есть он тупо туда, 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 туда. Очень мало вариантов, когда Сеня работает вторым темпом. Вот сейчас Крап тоже малой взял, отдал мяч. Там завязка в три минуты была, когда мы на контроле, мы держим мяч. А просто так отдавать мяч в этих ситуациях, ну, такое себе. Вот хороший выход опять из обороны. Вот Сеня опять первым темпом. Вот отличная атака. И да, вот все. Завершение прям. Вот это то, что нужно. Атака начиналась из обороны. Каждый катил. И довели ее до ума хорошим четким завершением в виде удара. Прямо мое почтение. Очень хорошо. Ну и Джуси, конечно, сыграл тоже здорово. Молодец. И выбил мяч тоже в сторону прям то, что нужно. Ой, Моти хотел через себя бомбануть. Не получилось, к сожалению, немного. Моти хотел молодец в этой матче. Второй тайм нарисовал. 20 минут тем временем уже сыграли. И в целом уже понятно, что команда Амкал, в общем-то, владеет мячом. Чуть больше, возможно, чуть больше атакует. Потому что чуть больше сыграны и чуть больше готовы физически, нежели команда соперников, которые, ну, просто первый раз увиделись вот на матче. Не тренируясь друг с другом. Сейчас где-то мы выйдем. Я выйду, Витя выйдет, Витя выйдет, Витя выйдет Прокоп и Финн. Четвером мы выйдем. Ну, здесь первый темп опять, видите? Все стремятся, все стараются только первым темпом сработать. Вот здесь, кстати, хорошо сыграл. Женя, по-моему, его зовут. Чуть-чуть не пролез. Прямо, знаете, как горный слалом. Вот, маневрируя с одной стороны в другую. А, это классика жанра. Ты кидаешь аут, тебе возвращают назад мяч, и ты стоишь в офсайде. Вот, Витюшечка, легенда Спартака. Так, я напомню, что если вам данный формат будет нравиться, вы просто лайкос впилите, пожалуйста. Тысяча лайков и второй тайм я разбираю. Второй тайм рассказываю, что было особенно в раздевалке после второго тайма, после игры. Там было достаточно жестко и интересно. Фил темнее. Фила поменяли, Геру поменяли, поменяли Бизокса и Мотю. Вот четыре замены. Четвером мы выходим. Блад, Прокоп, Финн и я. Я играл с... да, палец пока сломан, поэтому играю с Лангетой. А Герман... молодец, молодец, молодец. Многие хейтят Германа за то, что он сбавил в футбольном плане. Сложно совмещать, ребят? Очень сложно. И где раньше проходило больше тренироваться, сейчас требуется больше организаторских... ну, как бы... направленностей. Здесь Чушь хорошо перехватил. Немножко косовато дал. И вот-вот здесь вот тоже. Чуть-чуть немножко. Несколько эпизодов. Мимо прошли. Подбор забрали. Хорошо. И вот Чушь сейчас отдал Блату, по-моему, передачу. Потом, чуть попозже, пройдет такая же передача, но уже на меня. Здесь момент. Витя, по-моему, наступил то ли в колено, то ли куда. Сопернику. Я просил его выбить мяч в этот момент, потому что... Ну, для меня это товарищеский матч, для меня это матч, который не представляет в себе ценность результатную. Но не все так воспринимали данную игру. Некоторые вышли, чтобы показать себя. Не показать о том, что вот я могу в команде, а показать именно себя. Вот, Саня Фифа и Дима фаворит. Не очень хорошая подача, но очень хорошо, что мы забираем подбор. Это прям приятненько. Подбор, это очень важный аспект. В игре именно подбор важно забирать. Вот, Федя. Здесь вот Федя, смотрите, бэдэх туда его просто отдал мяч. Вот. Вместо того, чтобы сыграть просто на бару и сохранить мяч. Слава богу, что вот здесь вот мы подкрываем. Здесь хорошо развернули. Вот здесь Чужика проскочили. Но смотрите на Чужа. Он не отключился, он продолжает помогать Сене. То есть в плане работоспособности и в плане объема Чуж делает очень колоссальную работу. Вот. И, конечно же, его нужно похвалить и отметить его. Вот здесь я немножко в прессинге. И Фин немножко в прессинге. И вот если бы сейчас Фин отдал бы передачу на Мишу, на Прокопа, более, скажем так, удобную, то вполне себе вероятность, что Миша мог забить свою голышку все сейчас. Вот. Вот опять немножко раз. Чуть-чуть в дефицит. И уже по-другому уже становится игра. Вот сейчас опять будет повтор момента с Колей с Лакером. Вместо того, чтобы показывать игру. Вот я о чем вам говорю. О том, что идеальный вариант доработать до такого, чтобы чувствовать градус и динамику. Вот смотрите, идет повтор сейчас. Но в целом там ничего интересного не было. Эпизод не настолько такой, чтобы его прямо сейчас вставить в данный момент. Здесь вот сейчас эта борьба какая-то, эта игра, она чуть-чуть поинтереснее будет. О. О, 32 тысячи к 27-й минуте собрали. Сеня хорошо сыграл. И здесь чушь. Конечно, ставь касание. Вот здесь дополнительную работу, когда делаем. И видите, к чему это приводит? К тому, что Сиба просто, ну, получается по ногам, по этому. А здесь опыт, смотрите. Сохраняем. И на Олега разворачиваю. Проходит спокойно. И опять Олег сохраняет. И вот смотрите, еще одна развороточка. Аккуратная. И все, пошли. Хороший перевод на Левшука. Вот. И Сеня сейчас, смотрите, что делает. Раз. Перетяжка пошла. Два. Теряет мяч. И посмотрите, что получается из-за этой потери мяча. Вот, смотрите. Даня хорошо принял. И вот здесь вот, в Нишаком. Хорошо, ба, у Дани не получилось. И бара немножко перекрыл. Финн там старался. О. Но, ребята, довели до ума атаку. Но, тем не менее, все начинается с нашей атаки. С момента того, что Сеня, вместо того, чтобы сохранять мяч и уходить на второй темп, берет и просто теряет его, ну, в по сути, безобидной ситуации. Мы говорим о том, что, видите, Эйтан недостаточно готов сейчас. Прям бежит он, мягко говоря, слабовато. Вот. Плюс покрытие еще не его. Здесь Миша Прокоп. Хорошо обыграл двоих, замечательно. Сохранил. Да, просит кого-то вперед, но... Вот здесь чушь такую мне божественную просто отдал. И вот здесь, если бы я контроль почетче бы сделал бы, было бы совсем замечательно. Но контроль мяча у меня, ну, мягко говоря, не получился. И вот на выходе я думал поставить Олегу передачу. То есть я, когда делал контроль, я такой, блин, не получилось зайти первым касанием в эту зону. Я сохраню мяч и поставлю набегающему игроку, потому что удобнее. Но это самое банальное правило. Ты ставишь игроку лицом, который находится в поле. Ну вот, тем более в атакующей части. Но Олег не был готов к этой передаче. Так, послушаем Германа немножко. Расскажи, что у вас за конфликт сейчас происходит с нашим капитаном команды? Я думал, ты меня позвал просто спросить, как там на поле, что было. Я не ждал, на самом деле, такого вопроса. А, слушай, ничего, все в порядке. Я бы оставил это без комментариев, правда. Мы на поле, мы играем. Я отдаю ему передачу, он мне тоже отдает. Это самое главное. Я не думаю, что... Чтобы вы понимали, о чем говорит сейчас Витыч с Герой, Герман ходил на турнир плохих шуток. И сказал шутку, которую впоследствии попросил запикать. Она касалась Бизокса. Вот здесь хорошая завязка. Вот я включил Фина хорошо. И Фин подавал, но смысла не было в этой подаче. Вот Олег хорошо сохранил мяч. Вот Олег в чем? Хорош, вот он раз, опять на второй темп. Здесь прям тут развернуть было бы замечательно. Вот, хорошо, прям чушь, чуть... Хорошая атака. Прям вот я от таких кайфую прям. Вот, вот, второй темп. Вот так вот. И еще поменять направление. То есть, вот это и есть футбол, когда ты просто берешь и несколько раз меняешь направление. Бара стал играть через центральных. Фин немножко бы дал. Не готов был, ждал Олега, по-моему. Олег не пошел в эту зону. А тем не менее, у нас остается всего каких-то там 15 минут до конца тайма. А счет, я напомню, все так же 0-0 у нас. То есть, вроде какие-то эпизоды были у наших, у ворот соперников, но до голов не дошло. Вот. Эйтан, видите, тяжеленький какой. Вот. Люди просят, слушаю, комментаторов конфликта в игре. Вот. Ну, такое себе. Это не тот матч, который подразумевает конфликты. Смысла в нем нету. Это дружеский матч. Вот, вот. Что мы просили от Бары? Это как раз-таки находить центральных полузащитников, сохранять мяч и двигать. Вот, я тут на Сиба сыграл. Ну, вот, завязка. Вот я тут немножко про этого не очень хорошо дал. Хотел максимально быстро перевести. То есть, я когда играю, я стараюсь думать о том, что, блин, мне бы минимальное количество касаний делать. Тут я хотел через Чужа сыграть, а Чуж не был готов. И Федя молодец, что подстраховал. Но, тем не менее, обрез, как таковой, идет мне в инстат. Да, чтобы вы понимали, как это работает. Привоз мой. Неважно, что партнер там не пошел, или ты ему чуть-чуть не в ту зону дал. Привоз мой. Поэтому и гол потенциально тоже мой. Ромарой тяжеленький тоже. Вот. Бара. Смотрите лицо сейчас. Люблю Бара просто. Бара молодец. Федос 32 минуты просто шикарно отработал. Просто без вопросов прям. Вот. Сейчас еще Фарзиар выходит вместо Олега. И, в целом, моя задача, как центрального полузащитника, максимально нацитить и вкатить всех игроков. И дать возможность поработать с мячом всем. Не показать, скажем так, какой я там офигенный, или еще что-то такое. А постараться сделать так, чтобы команда и игроки все кайфанули. То есть, игрок в центр поля, это динамика, это скорость, это сердце. Мы разгоняем, да, через всех стараемся срабатывать. Вот, что хотелось бы, чтобы у нас было. И особенно в центре поля. Особенно там, допустим, с Мишей, с Прокопом. Который пока не совсем вкатывается. Вот, хорошее. Вот опять. Вот, все, видите, через низ, если есть возможность выйти. Вот это замечательно. Когда мы не трясемся. Вот, вот смотрите эпизод. Вот вы говорите, вот вторая желтая карточка человеку. Просто вкатился. Опять же, у человека есть желтая карточка. И вот посмотрите эпизод, насколько. Да, я не говорю, что это специально было сделано. Но это не отменяет того, что был фол. Вот. Поэтому посмотрите. Сейчас, если повтор еще раз будет этого эпизода, посмотрите. Сип отдает уже передачу, отдает. Да. Но о чем вы говорите? Ну как? Я понимаю, что это не специально было сделано. Но это желтая карточка. Плюс у него желтая была уже. Равно красная карточка. Ребят, неважно. В этой игре мы в первом тайме не давали возможность вернуться 11 сопернику. То есть еще сразу возвращать. Потому что в прошлой игре с Матч ТВ был не очень хороший опыт в этом плане. Поэтому мы тайм доигрывали в большинстве. Да, можно сказать, что благодаря этому там у нас какие-то голы пришли. Но... Вот Сеня. Опять же, да, Сеня пошел в первый темп и все, и потерял мяч. Прокоп, хорошо. Но опять же, можно было и низом просто отдать эту же передачу. То есть не обязательно работать верхом для того, чтобы... Такой передачу сделать в данную зону. Вот чушь опять хорошо. Видите, какой чушь объем работы делает. Он сейчас физически в очень хорошей форме. Здесь хорошая передача. Опять же, получил. Замечательная на Витю. Вот тут Витя провафлил, конечно. Не в ту зону развернулся просто. Надо было разворачиваться в противоположную. Тогда то, что нужно, получилось. И тут фол был. На самом деле фол был в сторону команды сборной МКС. Потому что чушь успел просунуть ногу. Вот. И Фил уже попадал по чужую на самом деле. А фол поставил судья в сторону нашу. Это к вопросу о комментаторах, которые говорят, что судейство было в одну сторону. Где оно в одну сторону идет, расскажите мне. Опять, смотрите, чушь. Вот смотрите, насколько он много работает в отборе. Прям. Бара надежна. Здесь хорошо сыграл. Смысла не было. Конечно, можно было сохранить. Но защитник это прежде всего пронадежность. МКС пытается все реализовать. Так, вот опять чушь. Вот видите, насколько полезно он играет. Еще бы ему немножко бы добавить эффективности именно в дриблинговых каких-то элементах. Вот Фидол сейчас. Вот здесь. Да, здесь можно было поставить фол. Вот. Здесь брык-брык. И здесь я посмотрел. Фарзиар набирал. Вот. Можно было, конечно, ему чуть-чуть посильнее, наверное, дать. Чтобы он сразу зашел в эту зону. Но я понимаю, что достаточно сложно. Сложно заходить в такую игру. В плане холодно. Надо разогреться. Не было такой возможности у нас. Вот хорошая опять, смотрите, завязка. Вот я на Фарзиару. И у него, смотрите, он убегает. Ну еще просовывай себе дальше. Входи и стреляй уже тогда. Но молодцы, мы, видите, мы подбор забираем. Но чушь торопится. Вот что чужу бы добавить, это как раз-таки немножко спокойствия в доигровках. То есть у него гипер-желание. Гипер-желание, оно не всегда играет хорошую службу. Это мы можем видеть по Миши Прокопову. У него есть желание проявить себя, показать. Но, к сожалению, это играет наоборот. Он начинает волноваться. Он начинает вроде как делать те же самые действия, но уже с другой психологией. И на выходе мы имеем, что он может гораздо, гораздо мощнее. Пока у нас даже вот 37 минута полтинник почти Димке собрали. Это прям круто, ребят. Опять же, здесь в этой ситуации собираете все. Вот вы, блогеры, по миллиону получаете. Да неважно, сколько там кто получает. Вот, и нету столько денег. Вот, хорошая атака. Вот здесь мы с Мишей друг друга не поняли, к сожалению. Но, опять же, в отбор вступили хорошо. Сеня выбрал мяч. И чужик, смотрите, какую шикарную отдал передачу. Я на самом доскоке прям. Ну и Витя там по классике. Вот, опять же, чужь очень классно сыграл. Вот, я добежал за счет того, что правильную обувь одел. Это важно. Особенно в игре на натуральном газоне. Именно на таком. Вот, и все. А Вите там надо было оказаться на самом деле. Вот, вот смотрите. Сеня хорошо в отборе, чужь хорошо в зону. Я, посмотрите, на самом последнем шагу. Вот, и все, качу вдоль. И Витечка, пожалуйста, тебе. Вот, смотрите, на шаге. Вот, видите. Когда у меня люди спрашивают, какие там доскоки, куда надо прыгать. Вот, за счет этого доскока я чуть-чуть выиграл времени и дистанции. Мне хватило этого для того, чтобы проткнуть мяч и отдать на Вите уже. Вот, так что, вот 1-0. 38-я минута. Да, мы воспользовались, скажем так, тем, что нас плюс один. Вот, Мишка. Вот здесь нужно было раскатывать. Сейчас Финн вот начнет подавать. Вот, но смысла нету в этих подачах, потому что нас плюс один. Здесь задача наша. Вот я сейчас беру, обыгрываю нескольких. Вот, тут надо докатывать. Сейчас чужую еще ставь. А Форза, видите, чуть-чуть не готов. Чуть-чуть долговато все. Вот, задача. Вот здесь и я хотел сделать уже прострельную передачу. Ну, у меня скачал, к сожалению, мяч. Но суть остается сутью. Задача наша в этих моментах брать и просто докатывать мяч. Учиться играть позиционно в атаке. У нас нету такой большой практики в этом отношении. Потому что, ну, игроки у нас любительского всем и класса непрофессиональные. Плюс матчи складываются сильно по-разному. И соперник сильно разный у нас. Поэтому пока не получается так. Вот чужик опять. Чужик сделал очень много действий. Достаточно много брака в этих действиях. Но действий достаточно много у него. И желания много. А это прям ему чуть-чуть спокойствия, и было бы вообще пушка. Вот. Раз. И уже катить. Так. Вот хороший выход. А финн не готов. Мы, то есть, с сибом стараемся коротко сработать. Ну, то есть, через короткую передачу выйти. Но не все готовы к этой игре. Вот. То есть, коротко-коротко-коротко-коротко. Вот Бара начал. Вот смотрите. Молодец. Очень хорошо. Вот таких поднятий. Уже чушь. Вот уже. Прокоп уже проспал немножко. То есть, потерял динамику. Вроде, несколько шагов сделал, да? Кажется, он поднял зону. Но на самом деле нет. Можно было отдать Мишане чуть раньше. И тем самым на выходе получить еще лучше. Вот чушь. Здесь я немножко привезу. Хотел отдать между ног. И получилось в обрез. Понятно, что их там мало. Но, тем не менее, это непозволительная роскошь для меня и для центрального полузащитника любого. Такие обрезы. Вот хорошо. Бара. Вот видите, я делаю всего два касания для того, чтобы вот и Сеня еще раз поменять. Вот, смотрите. Вот здесь я на Мишку, опять же, видите, в касание хотел дать. Чуть-чуть сильновато получилось. Но, опять же, стараюсь разогнать, разогнать, разогнать эту игру для того, чтобы была возможность поиграть всем футболистам. Особенно тем, кто не может по каким-то причинам играть, допустим, с пахтакором. Сложно в такую игру, когда ты играешь с профиками. Я думаю, в Казахстане будет точно так же достаточно сложно играть. Вот, и здесь, в этих играх, как раз-таки, в более лайтовых, хотелось бы дать возможность именно большинству поиграть в футбол, просто покайфовать. Ну, вот хотелось бы. Три минуты до конца игры остается, до конца первого тайма. А вот, да, я к вопросу о том, что, ну, нафига нам Сеню показывать сейчас, когда там идет момент, я объясню, какой там сейчас был момент, момент с тем, что Сеня плохо подал, мяч отлетел на Эйтана, Эйтан убегал от меня, и я его достал, то есть съел его. Но идет камера, где показывают Сеню 30 секунд сейчас. Камон! Ну, блин, я не понимаю, это так не должно работать, ребят. Ну, это просто максимально неправильно. И хотелось бы, чтобы, конечно, каждый чуть динамичнее работал, как и у нас в команде, так и... Вот, смотрите, Миша, хорошо. Чуть перетяжка. Вот, хотелось бы, чтобы была возможность смотреть эпизод полностью. Вот Колька Лакер. Это единственный человек, который совмещает и соединяет всех практически из футбольного комьюнити в своих челленджах. Это прям круто. Здорово, что у него есть такая возможность, что он так получается у него. В начале первого тайма показалось, что у нас были моменты, у вас моменты, но сейчас... Ну, Тейтан. С нашим удалением, который какой-то случайно, я вообще его не увидел, стоял спиной, смотрю, поворачиваюсь на удаление, и вот как-то чуть после этого мы как будто просели. Но мне кажется, что все равно очень интересный матч, и сейчас счет 1-0, я думаю, во втором тайме все может вообще измениться, друзья. Расскажи, если бы забил гол или отдал бы голевую, праздновал бы с командой? Давай так, еще второй тайм, еще 45 минут будет, поэтому я пока не буду отвечать на этот вопрос, а вы все увидите. Коля расстроился. Какой интригой я заканчиваю? Ролик будет в описании. Пожалуйста, пройдите по ссылочке, поставьте лайкос ему, напишите коммент и возвращайтесь смотреть второй тайм. Всем спасибо. Хай-хай. Субтитры сделал DimaTorzok